Ночи добрые, на связи Ночи добрые, на связи Ночи добрые, на связи Ночи добрые, на связи Классно, на верхних полках Интересно, просто нет ли ничего Сейчас, из ящиков сложим Из мешков, точнее Нет, ничего нет, о, лампочка Ладно Вниз так, минус И тут умель Другие смеются звуки Что-то написано Похоже на надпись, правда? Ой, пиявки Я тут не пролезу Знакомые нам Слизняки Образом можно было только через канализацию Но как раз Выбираться я больше и не хотел Мой отец что-то нашел И я непременно должен был узнать, что Без этого знания все дальнейшее не имело смысла Завалило дорогу назад Назад выхода нет Как вовремя все заваливает Только мы зайдем куда-то Сейчас будет мясо О, по-речке Сажается, по-моему, тут быстрее О, по-речке Что-то мясо Надеюсь, мы этим вирусом не заразились Живой Филип Здесь Я знаю это место Я тут раньше был Опа А вот это плохо Дежавю Ну, мы тут реально были Но Дядя Ктулху Дядя Ктулху Суп с кальмарами Хи-хи-хи Весело Ай Тупые виски Пуста бутылка от виски Какая жалость Алкоголь, может, и не дал бы ответов на себя просто Но, по крайней мере Подкинул бы догадок Человек менялся Пустая полка Не открывается Замка у нас нет Ключа Моя сумка Я же думал, что никогда больше ее не вижу А что, ты ее не забрал, кто-то уходил Опа Точно изображение-то каюты Или нет Но ее здесь точно не было Наверное, нам надо передвинуть ее под объекты Запертая сумка А, то есть, только двигать можно Открыть нельзя Ну, как бы здесь стоял Это желтый ряной бочонок Знакомые картиночки Так, давайте смотреть Там две бочки должны стоять Походу, главный герой поплыл О, стоп, баночка с утухом Блин, зря я ее закинул туда Она должна так стоять тут Ну, и так Сейчас постараемся Что такое? Почему она так крутится ужасно? Ну, я поставлю первых ногами Я надеюсь, игра это засчитает Вроде засчитала Опа Фотография Яиц Да, мы их видели Опа, фонарик Что происходит? В этих бочках полно пепла Отсылка на рыжего Что-то руки Пахнет горелым мясом Фотография странная Ох, е-е-е Пахнет зладко, но еще как позже Слушаю, как птички сперебуются Эээ, паучки и птички Запертый сундук Да, а вот А если я сделаю так, он скажет, что он запертый? А, не запертый Что тут происходит? Такие звуки, будто что-то горит Из-за этого света ничего не видно Теперь, походу, его сознание мучает совесть За то, что он сжег рыжего Напоминает вообще на тура, что комнату Ну, яйцо Сейчас прыгнет, да? Что происходит? Как я сказал В виде галлюцинации будут присутствовать То есть я должен себя сжечь О, нет У нее такие шиклицы щенками Знакомая, да, штучка? Вот вопрос, я должен пойти туда Или сопротивляться? Какая жесть Мясо Какой сайлинг хилл? Нужно открыть эту дверь Я не смогу выходить Ага, тут какой-то порядок Руку, по-моему, надо зажечь Метод брута Как эта рука может держаться вертикально? В общем, класс Да, а что за голос мы слышим? Блин, что ли? Еще руки Как-то странно Расставленные бочки Выключатель Тут подписано В этом мире есть Лишь двойки и тройки Что бы это могу значить? Книги Петля Книги Эх, лежи Да, грустно Дальше, конечно, мы не пройдем Ну, давайте Дернем бубини Ну, я, наверное, должен бочки расставить на них Петля Загорается Огонь становится жарче Сейчас ничего не произошло Сейчас ничего не произошло Еще не горит Так, можем сделать проще Берем все бочки И будем перебирать Ничего Ничего Тут есть реакция И тут есть реакция Все, я понял Купятся ноги на бред Это место наше Какой ужас Вообще довольно грустно И по идее Проходя сквозь это место Мы должны Я так полагаю Предаваться грусти По поводу нашего Поступка с Рыжим Метель с кровами И отпечатками рук Рыжий Прости Надеюсь, теперь ты счастлив Руки Типа нет Огонь Вот я не уверен Может быть, локализаторы Вырезали крики Потому что Он там просто стучал Когда мы его сжигали По-моему, там Должен был еще быть крип Я не уверен Просто Может быть, кто-то Почитал Тожество Что теперь? Мы можем плавать Остать Крик крови Кстати, знакомый символ, да? Похож Я что-то должен увидеть Найти Опа Я понял Рычаг залеплый кровью Хозяин Вот мы здесь Какой ужас Я уже слышу Такие звуки Ничего хорошего Ничего не закончилось По-моему, мне не туда свернули Жуткий трип, правда? Лучше поспешить Я же виду, что существует Звящий звуки Не могу было Сейчас Не успел Аж чем ехать Чувак, тебе лечиться надо Ты больной какой-то Эй Меня слышит кто-нибудь Что я тут делаю? Кто я? Почему я их не слышал? Спасибо за помощь Вы очень помогли У меня тут Экзистенциальный кошмар Слово сказать не можете Все О, нифига фонарик не посадили Жесть Хм, винтель Ааа, мне кажется, догоняю Ну, надо пойти туда Но вводим Он поднимет уровень воды Но мы дальше не пройдем Да, наверное, да Так что надо спуститься Поставить ящики Правильно, в порядке А потом Включить воду Скорее всего так Сейчас похимичим Что это, мать его, было? Что это за голоса? Значит, он уже начинает слышать голоса Что с водой? Что она поднималась? Начинает слышать голоса У него дежавю Он начинает видеть места, в которых уже был Я боюсь, наш герой инфицирован К сожалению Хочу сразу сказать Что от наших действий Это никак не зависит От сюжетных ворот Ну, а то кто-нибудь может подумать Что в первой части Мы же там стояли С этими камнями С ними, может быть, заразились Если... Вообще даже первая-вторая часть Они с сохранениями не связаны То есть, это те отдельные игры И даже если предположить Что вы Сохранение У прошли, наверное Вы там постояли То есть, игра даже не знает Стояли вы не стояли То есть Так задумано по сюжету Да будет вода А, боюсь, не достанем Или достанем Достали Отлично Так Камешки Камешки Ящички А, подключить Выход скорее выбраться отсюда Поэтому без проблем Базара нет Ну, так сойдет Ну, и так сойдет Туалет Думаю, за час канализации не придется Будешь понять Не работает Обличиться не надо Судя по запаху Стоп не работает Ну, хоть какой-то интерактивчик Ну, и док у меня Я тебя не вижу Оттуда противоняет Конечно Не работает же система Все, наверное, тут Наверное, да Это туалет Причем мужской и женский У них секс Если, ну Так О, кушетка Нельзя присечь 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 Присесть Не особо впечатляющий рисунок Кто его сюда принес Какой-то график Этот матрас пахнет Чуть лучше остального Шток ржаво-грязный Вроде бы в рабочем состоянии Ладно Все Да не трогаем Трейки Сигнальный Fire Fire Телизор в плачевном состоянии Во-первых, надо сохраниться Я думаю Какое странное чувство Словно стало одной проблемой меньше Ну да, когда сохранился А полночередка Кроме из каких-то пыльных книг Опа, подождите Там батарейки Телек не двигается Как туда засуну? Не, ну дело принципа Эй Я хочу забрать О, можно Отлично Так, тут у нас колб Значит Не работает Похоже, он отключен в сети О, свет Этот вообще полу включает электричество, да? А, в туалет включает Так мы выключаем туалет Включаем здесь свет А так мы Включаем комп О Приглашение в видеочат Ответ Доктора Мобельсоса У вас видок Как будто вы ночевали В канализации Ну, это не важно Меня зовут Аммабель Свансон Полагаю, мне придется Объяснить вам Что к чему Эй, вы слышите меня? Мне кажется Передача идет Только в одну сторону На вас направлена Камера Если вы меня слышите Скорчите Какую-нибудь рожицу О, да, да Смешно, смешно Отлично Значит, связь есть Мне нужно вам многое рассказать Да, да Прошу вас Я вас внимательно Слушаю Мы упустили вирус Он уничтожил всю станцию Три недели назад Мы попытались Выбраться наружу Через шахты Но все пошло наперекосяк Один рабочий инуид выбрался Кого-то схватили Кто-то запаниковал И заблудился Я побежала А когда остановилась Поняла, что Я совсем одна Вот, кстати, еще один симптом заражения Дежавю Единственный, кто может нас спасти Это Говард Он сказал, что вроде бы знает Как уничтожить вирус Последний раз он был замечен в библиотеке Но доступ туда есть Только у сотрудников Нашей организации Так В жилой части Кто-то продолжает подавать признаки жизни Вам нужно найти выжившего И попасть в библиотеку И попытайтесь разыскать нашего доктора Ричарда Эминиса Он Он странно вел себя Когда я видела его в последний раз Так Что я еще забыла Ах да Не забывайте о признаках заражения Обнаруженную в наличии Вы Вы что-то сказали? А Итак Основные симптомы Которые нам известны Это паранойя И звуковые галлюцинации О, кстати Еще один симптом заражения Дежавю Ах Хватит Ожить Твох бреда Не смешно Думаю Вам этой информации будет достаточно Сейчас я перешлю кое-какие данные о вирусе И открою для вас некоторые двери А потом можно и поболтать Я сделал заметку блокнот на всякий случай Похоже все-таки мы инфицированы Слышим голос Дежавю Паранойя Ну Косвенное следствие Может быть его можно и отследить даже Да Новоболисоваться Значит Она нам рассказала несколько об организации Это дает ответ на некоторые вопросы Но задает новые Последнее исследование Точка Текст Исследование вируса Отчет 2 Заметки о вирусе Торунгайт Омабель Свонсон Процесс заражения Самое плохое в моей работе Это то, что мы учимся на смертях Временной период 5 недель Место старое столовое Объекты исследования Три работника древних Заразившихся вирусом С каждым заражением Процесс Жизненный цикл этого вируса Становится все яснее В дополнение к уже известным Симптомам Появилась некая финальная стадия На которой вирус полностью Овладевает организмом Прежде чем впасть в беспамятство Зараженные Рассказывают о странных ощущениях Они сравнивают это с полетом Сквозь все свои воспоминания Что-то типа Мысленной полосы препятствий Рассказы Прерываются тем Что какая-то сила Владевает сознанием Зараженных А, рассказы, да После чего они умирают Если все эти случаи Являются тем Чем они кажутся Ментальным проявлением инфекции То мы можем лишь догадываться О том, что произойдет С пациентом Избавься он от своих галлюцинаций Дополнение Сегодня доктор Эминес Сообщил, что у него Начались такие же симптомы Он утверждает, что Чувствует себя лучше, чем когда-либо Буду за ним следить Ого Так, замер Так, подождите Это мы видели А что он это первый раз перекопировал? А, заметку, наверное, он давал Нужно найти библиотеку Там последний раз видели Говарда Нужно искать выживших Опасаться некого доктора По имени Эминес А, ну вот он, может быть, со нами И походит еще Будем иметь это в виду Ладно А, я же не сохранился Ладно, сейчас будет сохранение Я надеюсь Если не будет, я вернусь Заражен У меня сердце екнуло Когда я понял, что Тоже инфицирован Теперь у меня было Одной причины больше Чтобы искать отца Да и приятный голос Самобель услышать было бы неплохо Но я был уверен Что к моменту нашей встречи Она уже сойдет с ума Или мы Если нам предстоит делить нейронное пространство Этого мозга Половерно Придумать имя Это не верно Странно Получив уникальную возможность Поучаствовать в создании Собственной номенклатуры Я в полном совмешательстве Ну что, мартышка? Есть идея? Ты хранишь довольно много Кстати, ты знаешь, что В тебе есть целый раздел С названиями фильмов Ты посмотрел 3101 с половиной фильм Очень много Я сейчас объясню эту пасхалку Кстати, может Кевин В каком-то смысле Я тоже довольно Не выходим Отпустила Печально Это отсылка на фильм Это прекрасная жизнь Старый По-моему, 60-х годов Если мне память не изменяет Он еще был нецветной Его потом раскрасили Там был один телохранитель Что-то телохранитель Ну, в принципе, ангел-хранитель И вот этот персонаж Который назвал Ну, вроде это актер был Который его играл А того звали Клоренс Но В оригинальной, кстати Речь на английском Вот почему Переводчики косячат Его звали не Кевин А Клоренс Он говорит, что Мое имя Клоренс будет А тут почему-то Кевин Так что это отсылка на этот фильм Очевидная Ну, первая Ну, двойная такая, я бы сказал Что-то держит здесь с той стороны Да, там бочка стоит Либо заперто, либо завалено Либо заперто, либо завалено То есть сюда мы не пройдем Библиотека Дверь не открывается Но, кажется, она сведена со сканером справа Заметка Дверь в библиотеку закрыта На замок со сканером В ладони сетчатки Сканер меня не узнает Значит, нам надо искать руку И надо искать глаз Чей-то Интересно Разные люди подойдут Так Склад Лазарет И компьютерный центр Ладно, давайте разбираться А тут что у нас Лазарет Машинозавод Библиотека А таблички Карты нет О, карта План помещения Так, давайте изучим Мы находимся здесь Цифра 4 Это библиотека Седьмая Это коридора Мы оттуда пришли Там 4 комнаты Понятно Ну давайте тогда Пятый Это что у нас Склад На склад сходить что ли Арсенал Покерская пельница Тут написано Бабгрейте Сканер сетчатки Открывающую Досу библиотеку А еще кто-то Пришпилил в тоске Газетную статью О недоедании Пищеводобавках Ужас Арсенал Автомат не будет Там Пустые ящики Ну я думаю Что там еще нет Нем Наверное нет Нет Даже если бы там Что-то было Мы бы это вряд ли Взяли Не в реальности Запросто Но в игре Механика Не позволила бы Так Пилу не трогать Пилу не трогать Я помню это О ящики Спотронули Матрас Круто Динамик Очередной Так Тут ничего нет Почему я говорю Не брать пилу Может быть Это отсылка На фильм Пила Она пригодится Нам позднее Чтобы по-моему Руку отпилить По памяти Все вспоминаю Потому что Раз Два Три Проходил Но я помню Скрипт Такой же Как со шприцом Когда мы взяли Шприц Там заспавнился Этот чудик Вот тут он тоже Заспавнится И тут по-моему Он вообще не уйдет Он будет ходить С этого момента По этим помещениям Поэтому я бы не хотел Пока его Сюда спаунить Может что-то Мне только кажется Рути бы за дверь Слышны какие-то звуки Нет Правда Слышны Склад Так Склад подождет Наверное Давайте пока осмотримся Пока это безопасно Я знаю Что здесь Какие-то комнаты есть Тут вроде Его быть не должно Хотя я вас Наверное Специально обману Чтобы На самом деле Он тут есть И ходит Просто вы будете думать Что здесь его нет Кстати Лабиринт стал более Таким я бы сказал А вот Эта дверь Которая что-то держала Все Теперь дверь Ничего не держит То есть Мы как бы Кругали А далее Там есть Раздевалка Которую мы Не можем зайти А 109 Это что у нас Это Арсенал наверное Он что-то не помечен Да Похоже на арсенал Восьмерка Это аварийный шлюз И шестерка Это машинный зал Туда нам Точно не надо Пока что 2-1 Это что Лазарет Жилая зона Туда что-ли Сходим Лазарет Зайдем Зайдем Тяжелая дверь С номером 361 Замка Не видно 361 Я запишу На всякий случай На что он там записал А На пути лазарет Запятая дверь На номер 361 Лазарет Мы не попадем Пока Столовая А Ну это наверное Та самая дверь Которую Мы то могли попасть Сюда Но не попали С определенным причинам Хорошо Наверное Так Раздевалка Какие то листы бумаги Уран по стеклу Надо попробовать их вынуть Ладно Надо Вообще все пустое Кто-то О батареечки Опа Еще одна Я не знаю Что это Какая необычная цветка Находка Или коллекционера Да Уже два Нашли из десяти Та момент Которому описывается История этой организации Так Это интересно История древних Славное прошлое Светлое будущее Древние Многовековая история Как член древних Вы являетесь Частью организации Ответственной за защиту Человечества Как вида Если вы не имеете Отношения к древним Пожалуйста Обратитесь к ближайшему Офицеру Службой поддержки Организация древних Как мы теперь знаем Была основана 1519 году Франческо Мельце Миланским аристократом Основание этого движения Порой ошибочно Принимаемого за секту Было личным делом Леонардо Ди сэр Пьеро Да Винчи Которое Он передал Своему самому Доверенному ученику Мельце На своем смертном одре В то время Ходило много слухов В любовной связи Учителя и ученика Именно этим Объяснялась Секретность Которую они так тщательно Соблюдали Об инженерных работах Да Винчи Известно немного Хотя его Вообще известные наброски И заметки Открывают Лишь малую часть Его знаний Например Часто говорят Что летающие машины На его рисунках Были совершенно непрактичными Однако теперь мы понимаем Что непрактичными Они казались Лишь из-за невозможности Их производства В то время Многие столетия Древние Не имели Названия Мельцы Его последователи Понимали Что имя обозначает И связывает своего владельца Так что по сей день Название древние Остается неофициальным И внутренним В 21 веке Древние выполняют Ту же роль Что и всегда Ищут Исследуют И защищают Следы присутствия Инопланетных форм жизни Хотя и в гораздо Больших масштабах Сегодня наше движение Наше движение Более Три Раз Два Три Четыре 30 тысяч Преданных последователей В 203 организациях По всему миру Жесть 10 3 организации Это что Не имеет В это 10 страны Может быть Будем иметь Это ввиду Все Туда Туда Что тут еще Значит Лазарет Мы не попадем Правильно Полка И так Отойти еще раз А Ну подождите Раз она заперта Там же на копе Открываются дверки Ну можно комп Это раздевалка 104 Была Цифра 3 Центральный компьютер Погнали К стальным компьютерам Кстати Возможно Потом С этих организаций Ну древние Вообще Это Упоминая Древние Упоминаются Работах Лавкрафта Но Не в таком виде Конечно Но они там есть Вообще Фонд ССП Очень сильно Смахивает на них Они Они на фонд Одичавший Заразный Испуганный А потом еще Голоса начались Да Тут внизу Все Все были Не в своем уме Включая меня Но в любом случае Мне нужно было Пробраться в библиотеку Хм А давайте Пофантазируем А что если Рыжий на самом деле Был заражен Интересная теория Вырожденные провода Так На полках Лежат всякие инструкции Детали И другие компьютерные штуки Надо поискать что-нибудь Что поможет Разобраться В всей этой ерунде Ерунде Ооо Такие клавы Я помню Хе-хе-хе Ооо Такие системники Эти я тоже помню Да Еще такие были Башни Типа Эта же башня Товар Были еще горизонтальные Вот такие вот И на них ставили Монитор часто Когда-то здесь Крепились платы У нас книжечка есть Монитор сломан Да ладно Руководство по использованию Настройки сервера Ну-ка Компьютерное руководство Установка сервера Быстрое руководство Чаще всего при установке сервера Возникают проблемы При использовании Неправильно отформатированных плат Пожалуйста Убедитесь Что загрузочная Сетевая Интерфейсная плата Работают правильно На них не установлено Никаких программ Необходимые платы Количество программ Указано в скобках Загрузочная 3 Сопоставляет Базовый диск И данные конфигурации Комплектующих Угу Сетевая 5 С помощью отлаженных драйверов Связи позволяет Получать Доступ К локальной сети Или центральной сети Поставляется С новейшими Протоколами защиты Угу Интерфейсная Содержит все программы Необходимые Для доступа к серверу Файлам И прямому Высокровнев달�имому Доступу к комплектующим Совместимые С платами программы Установка платы Требуется установка Для запуска Любой программы Угу Установка информации о диске Сопоставляет Данные конфигурации Диска Локатор комплектующих Сопоставляет Данные конфигурации Комплектующих Протокол сокета Устанавливает драйвера для связи, BrandMower обеспечивает защиту против несанкционированного доступа, Antivirus обеспечивает защиту от резонансных программ, Интерфейс процессора устанавливает интерфейс, необходимый для доступа к серверу, Сетевой локатор устанавливает программы необходимые для доступа во внутреннюю сеть, Организатор потоков устанавливает драйверы для доступа к файлам, Инструмент администратора устанавливает утилиты необходимые для прямого доступа к комплектующим, По многочисленным просьбам серверу больше не требуется последней версии Windows для нормального функционирования тут у разработчики как бы прикалывался тем что windows постоянно раньше требовал обновиться обновиться иначе не работал кстати это правда в какой степени сейчас сохранится на новых системах сломанная панель что здесь произошло кто-то похозяйничал явно ничего нет просто посмотреть на эту красоту до охлаждение хорошее однако о рабочий ошибка плата в разъеме не найдено а тут можно поставить программы ожидания на и деталь только прорисе и значит туда может пройти плата значит она сейчас искать платы будет устанавливать их это интересно все интересно эксплуатация суперкомпьютера если кто не знал что под суперкомпьютер понимается очень мощное вычислительное устройство в разы превосходящие обычные бытовые пк вот обеточки все ничего себе это шахта да выглядит красиво так глубоко это щетки эта часть комплекса потребляет очень много энергии предлагающих вырубить что такое с мышкой чипсет ZX 25 ооо да ZX это тема для компьютеров ITH ZX 25 техническое это чипсет ооо какие же старые аааа ну за таком интерфейс сеть загрузка аааа так еще раз мануальчик а сколько программ поставить ну давайте ставить начнем мы с чего самая первая плата загрузочная загрузка красная вот эта эта карта должна подойти к автомату который нашелся в соседней комнате но она все обгорела и вряд ли пригодится то есть она не рабочая а бросать их нельзя да ну сломана понятно сеть сеть тоже сломана да все сгоревшие хотя давайте попробуем я не знаю у нас других вариантов нет карта сломана никуда не годится все ясно ну эти видно тоже сломан лучше перепроверить все позгорело все вопрос решили с ними их сюда значит вставлять надо будет потом тут мы все смотрели швы блин мышка что-то с правду мышки застрял чуть-чуть пришли отсюда ящик я помню зачем вы здесь прекрасно помню доктор свансон рассказала мне я могу воспроизвести каждый слог нашего разговора я еще обратил внимание в ее голосе не раз проскользнули странные интонации они заставляют меня предположить что она мне не вполне доверяет динозавры исчезли 65 миллионов лет назад какие у нее для этого основания я мы тоже оказались в подобной истории потому что мы и есть история я помню я помню день моего рождения 18 сентября 1964 год 9 часов 346 миллионов 993 тысячи 412 минут я помню мама улыбнулась когда я поднял голову и впервые посмотрел на мир вам знаете что вам нужна рука зарегистрированная в системе безопасности например моя да это для библиотеки мне туда не добраться когда зомби заразили меня я отделился от остальных я спрятался здесь вы понимаете я не смог уйти в любом случае вам понадобится рука мне уже нет это очевидно принесите тогда пилу я точно знаю здесь есть пила я сам видел ее это было 3 года назад за один миллион лет климатические изменения привели к изменению температуры на 10 градусов идите на восток первая дверь направо псих я сделал заметку на всех случаях паранойя бывают другие он же такой как ты как мы но он не мы так так может быть он отдельно но мы связаны мы действительно мы или это я с двумя совершенно разными лицами но но я же не мартышка отсылка к эволюции это уже про натальность шизофрении у него в частности мне нужно найти пилу для доктора Эминес а это он она в компьютерной комнате пилу мы видели в арсенале эта комната потом притащим ему что такое как-то странно все так дергается хотя фпс плавный с колесиком все в порядке странно что-то с мышкой не то ладно или игра уже может быть тут сережных плат нет значит мне где-то нужно платы искать я прав может я что-то пропустил тут платы у нас нет а как нам инсталировать тогда все это если у нас нет платы может я что-то пропустил аааа я кажись понял я кажись понял я кажись понял просто тестирую скорее всего но это предположение пока предположение я должен ему притащить пилу он себе отхреначит руку допустим тут с дверью что-то произойдет допустим да и тогда там мы зайдем внутрь там будут платы возможно так ладно надеюсь когда мы такие вот переходы делаем автосохранение нет нет плохо в таком случае я хотел бы сохраниться прежде чем брать пилу но заряд не исходим так тут уже более такие запутанные лабиринты машина на всех случаях коридор ведущий машин зал заполнен до этого газом то до этого не пойду как он узнал что он ядовитый но тестировать не хочется все понял какая из них вот эта по-моему ладно а там как-то был зеленый мне показалось нет все так ну погнали в арсенал значит за рукой сейчас мы возьмем пилу и она заспанится надо быть генем чтобы это просечь ржавый тупая нравится мне эта ржавая пила а ты давно делал прививку от столбняка не надо быть генем чтобы догадаться кто это вот по-моему теперь он будет по всей локации бродить но это не точно пока ждем кстати во второй пенумбри вот в этой которую мы сейчас проходим мы с вами можем наблюдать переход к формату играм игре амнезия по поиску противников если в первой пенумбри противники никуда не исчезали постоянно ходили то тут противники начинают ходить а потом исчезать вообще такой же в амнезии будет которая позднее будет им выпущена то есть они там не остаются на карте они сваливают это впервые было здесь еще и что это важно для игровой истории сидим ждем вот я правда не помню то ли он вообще себя свалит как тогда было тот раз то ли он будет по локации просто ходить просто уйдет отсюда правда не помню по-моему он не свалит хотя казалось бы у нас есть пила почему бы его не запилить кстати раз тут этим нельзя пользоваться это так забинтил по ладно это можно очень долго сидеть он там был я его там слышал он должен быть проскочили держи пилу славно 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 ровно 12 дней 11 часов 39 минут и 12,4 секунды назад принесли уничтожен великая пустота а я знаю что здесь сделать нужно Жить, да? Пока найдется сибирская язва. Ну, мне непонятно. Во-первых, что это? Какая-то часть тела отрубленная. И вообще, по-моему, ему пила была нужна, чтобы выбить дверь или зачем? Или он мутировал за это время? ХЗ, непонятно. Историю умалчивают. Ладно, хрен бы с ним. Ты не сажать. Так, тут плата есть, синяя карта. Так, чисто-чисто. Еще одна карта. Пошел в длительские ящики. Книжка. Ага, карта. Не грузится на кранч, что значит творится. Надо его кто-то починить. Я сделал записку на всякий случай. Каждый раз все труднее выйти. Все больше и больше меня оказывается внутри. Главный террор в компьютерном зале выведен из строя. Наверное, надо вот эти все карты отформатировать. Это он и будет. Вот смотри, мне кажется, он успокоился. Может быть, ему просто не хватает ласки. Давай выпустим его. Давай. А, блин. Не работает. Ладно, это уже так ерзничаю. А, Клоренс все-таки тот еще тролль. Я буду называть его, как он называется. Ладно, давайте ставить проги. Так. А, для начала. Начнем с загрузки. Это красная плата. Вставляем красную плату. И смотрим, что там нам надо. Сопоставляет базовые диски данной конфигурации компактующих. Окей. Клата типа BD5, версия 1.5. Делится. Так, установка... А тут, если рандомные, надо ставить. А, тут есть только правильный набор, сделаем. Ну, очевидно, что это установка платы. Передача информации о диске компактующих. Эпиляция успешно завершена. Все, красную плату мы отформатировали. Синяя, ты сеть. Смотрим, что там надо. У людей такая неинтересная жизнь. Неужели у вас всегда такая скука? Я... Я больше не могу. Выпусти меня. Замахал. Тоже мне, блин, тролль. Клоренс. Так, с помощью отлаженных драйверов связи позволяет получать доступ к локальной сети и социальной сети позволяет совершить подковную защиту. Ну, это везде, я так полагаю. Есть сетевой локатор по локе, да? Да, правильно. Можно работать и с одним, если выберемся отсюда. У древних. И зеленый это интерфейс. Интерфейс. Среди все программы необходимы для доступа к серверу, файлам, прямого, закругленного культующим. Все поняли. Сейчас будет. Так, ну установка платы, очевидно. Процессор. Организатор потоков, инструмент админа. Отлично. Изи. Изи, а если разбить на предусмотренную игру, наверное. О. Свет. Может, лучше не трогать, а то еще выбить дверь. Текущая операция. Водная пещера. Пик. Прикольно. Гробница. Пик. Вау. Так, вот она, она. Турнгайд. Гробница.txt. Главные раскопки. Гробница Турнгайд. Продолжительность проекта 3 марта 2000-го по настоящее время. Главный наблюдатель Уилбурф Риск. Продолжение задачи раскопки. Текущая задача ксеноиследования. История. Место первичных раскопок имеет первостепенную важность для древних в Гренландии. Это место находится под комплексом Мануик. К 2000-му году раскопки ведутся уже почти 25 лет. В марте 2000-го года была открыта гробница. Текущая цель исследования гробницы ее содержимого. Находки. За большую часть работы отвечает команда лингвистов, то есть главный переводчик Говард Лафреск. Пока что он обнаружил следующее. В гробнице обитал какой-то древний организм. Этот организм, возможно, был помещен на карантин. Термин Турнгайд происходит из-за новой легенды о злых духах. Лафреск рекомендует немедленно совершить все работы на месте первичных раскопок. Расходы. Человека недели примерно 27 396. Ничего себе. Материалы. Примерно 53 миллионов долларов. Жестко. Операция запланирована на апрель 2000-го. Исследование гробницы. 1 мая 2000-го. Команда распечатывает гробницу для стандартных тестов. Горард Лафреск решительно возражает против этой операции. Протест отклонен Уиллбором Фриском и операция намечена на 1 мая 2000-го года. Текущий статус активной раскопки. Водная пещера ТХТ. Вторичные раскопки на объекте Б. Водная пещера. Продолжительность проекта 5 декабря 1990-го. 20 февраля 1992-го. Стача раскопки. Цель. Обнаружить и изъять следы пребывания артефакта. Чужих для поддержания деятельности главной организации. Персонал. Возвышенная каста 0. Проект не был признан достаточно важным для присутствия возвышенной касты. Главный химик Трой Ретанеск. Знакомый нам персонажа. 12 сентября 1991-го года. Заменен Нилом Освальдом. Причина недопустимого поведения. Тоже помним. Находки. 8 декабря 1991-го. Вещество 63. Признано первичным материалом, из которого изготавливались артефакты Persona Tardus. И первое новое, не вынесенное в периодическую таблицу, вещество, открытое древними за последние 17 месяцев. Ага. Первое новое, не вынесенное. Что это? Угу. Так, дальше. 6 января 1992-го. Артефакт 66-B. Четеный найден артефакт. Эффекты внесены в каталог. Команды исследователей продолжают теряться в догадках относительно значения этих предметов. Все симптомы, проявленные командами исследователей при контакте с этим артефактом, подтверждают нашу прощательную гипотезу относительно их природы. Расходы. Человек в неделе 519. Материал 12192 доллара. Медикаменты 39 тысяч долларов. Несчастные случаи. Промышленные 3. Ниже приемлемого... Ниже приемлемого максимума древних. Истощение 13. Смерти 2. Дополнительные заметки. Составлен рапорт о потенциальном саботаже, за который последовали множественные поломки механизмов и кражи, в особенности радиооборудования. Да-да-да, мы это помним, кстати. А, это значит, все-таки древний был уже. Помните, там генерал-бригадир писал. Предположение. Обезвоживание в результате истощения, приведшее к халатности. Раскрыто. Предположение. Пропавший шахтер Том Рэдвуд все еще находится на территории раскопок. Это рыжий. Текущий статус. Раскопки закрыты. Рождественные местные фауны. Излишние расходы. Учитывая, что у меня есть отличнейший доступ ко всем твоим воспоминаниям, я оказался в своего рода затруднительном положении. Этот саботажник, уж не знаю почему, но он напоминает мне о рыжем цвете. Да, мы помним, как рыжего зовут. Гренландия.txt. Исследовательская станция Мануик, Гренландия. Продолжительность проекта 1 апреля 1973 по настоящее время. Отчет составлен учредительным наблюдателем Брэном Стафферсоном. Отчет дополнен главным наблюдателем Вилл Буром Фриском. Задача раскопки исследования. История. 19 января 1979 года центральная каста Дрених узнала о масштабном промышленном инциденте в далеком шахтерском комплексе в северо-западной Гренландии. Тот случай совпадал с многочисленными местными слухами о ненормальном поведении и развитии животных, в частых случаях самоубийств и необычных происшествиях внутри самой шахты. В этих отзывах часто упоминается точное место обрушения шахты, судя по отчетам, вызванным сумасшедшим шахтером, который подорвался. Есть подозрения на ксеноактивность и назначено полноценное исследование. Цель найти и изъять из свидетельства о чужих артефактах. Начальный персонал. Каста возвышенных 7, управление 5, низшая каста 51, временные работники 25, всего людей 88. После двух лет строительства Мануик стало практически самодостаточным. Устранены многие факторы, угрожающие секретности древних. Во время строительства одним из таких факторов стала повышенная необходимость в грузах, вставляемых морем. Ага, помните, там писали местные жители, что корабли часто плавают. В какой-то заметке в прошлой части. Мануик управляется основной командой исследователей и небольшой командой обслуживающего и общего персонала. Присутствующие касты возвышенных обусловлены потенциальной значимостью будущих открытий. Неквалифицированный труд управления ресурсами осуществляют местные молчаливые жители. Планы по использованию старого шахтерского комплекса в целях древних были отменены, и раскопки теперь ведутся прямо под шахтой, на расстоянии полумиля от места взрыва 1973 года. Ничего себе. Уровень секретности. Высочайший. Согласно стандартной процедуре, вся документация по комплексу была уничтожена после его постройки. Все, кто знал о комплексе, работают в нем или не предоставляют угрозы. Комплекс может обеспечивать себя с минимальной зависимостью от местных поселений. Официальное существование комплекса не задокументировано. В настоящий момент существуют лишь мелкие практически неудобства. Находки. Вещества 5363 и 7773. Артефакты Persona Tardus 27. Теперь они считаются как-то связанными с содержанием недавно найденной гробницы. Сказали, все это вот эти сохранения, да? Артефакты Finis Specialis 10. Они представляют большие ценности для древних, но почему-то представляют огромную коллекционную ценность. Они шикасты. Это отсылка на вот эти вот 10 статуэток, которые мы можем с вами собрать. Так что мы их дособерем. А это сохранки. Наверное, я не знаю, достоверно ли тут число вот этих вот артефактов для сохранения, но я могу предположить, что достоверно все-таки. Но, может быть, и нет. Надо считать, проверять. Можете, кому не лень. Кстати, у меня есть челлендж, кому не лень. Смотрите, пересмотрите первую овертюру, вот эту вторую прохождение. Ну и третью, когда она будет. И посчитайте, сколько в каждой части вот этих вот артефактов для сохранения было. Мы их все находили. Граница Турнгайд. Расходы засекречены. Итоговое состояние рабочее. Международная работа. Другие места раскопок. Файл преждон не может быть открыт. Жаль. Управление с замками. Номер двери. А! Иди сейчас, записывай. 30, 61. Деревят перта. Все, теперь можно пойти в лазарет. На этом мы с вами закончим. Вот так, слишком длинная часть. Как это не привыкло. Ладно. Итог сегодняшний. Мы продвинулись дальше. Познакомились с Амабель Свонсон. Повстречались с очередными психами этими. Ну, не психами. Инфицированными людьми вирусом Турнгайд. Походу, узнали, что мы тоже инфицированы. Поучаствовали в галлюцинациях. Ну, и потихонечку продвигаемся. Центральный компьютер запустили тут. Вообще веселуха, правда? Артефакты собираем. Узнаем больше о древних, о Мануике. Ну, вообще об этой миссии. На связи с Бланковатским мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Наши с вами старым добрым косиротином канале. Всем пока.